доброе утро мы в ростове велико в этом выпуске мы погуляем по древнейшему русскому городу узнаем его историю пройдем по его старинным улочкам узнаем как ростовский кремль стал съемочной площадкой для культовых советских фильмов почему не стоит купаться в озере нера и народный промысел прямиком из византии где вкусно и недорого покушать русскую кухню в ростове погнали путь наш начался из москвы с ярославского вокзала на плацкартном вагоне так как не было уже электричек и нам пришлось брать билеты на плацкарт ну это в принципе очень комфортно на самом деле кайф ловить вот этот романтический такой вайп поезда вечером ты уезжаешь из большого города мегаполиса ростов встретил нас ростов великий встретил темно холодно но еще вроде даже какая движуха есть несмотря на то что пол двенадцатого ночи сейчас доберемся до гостиницы уже будем размещаться а завтра бой доброе утро мы в ростове великом и позади меня находится наш интересный отель он называется селиванов когда-то это здание принадлежало самому богатейшему человеку ростова великого павлу александровича селиванова но в самом деле я хочу сказать немножко другое историю о семье расскажу позже первое упоминание или опи точнее описание этого дома указывается в документе 1836 года и тогда этот дом принадлежал мещанину ивану петрову и в описании было указано так что это каменный дом вниз первый этаж каменный второй этаж деревянный имеет деревянный мезонин и флигель еще прочие на дворе и земля вот следующие 60 лет дом переходил из рук в руки и уже наконец-то там 1891 году его приобретает богатый купец александр петрович селиванов и тогда вот у него по это здание пошел настоящий расцвет с того периода в январе 1895 года александр петрович обращается в местную думу городскую с таким с такой как бы заявлением о том что его хочет перестроить здание ну его заявление естественно сразу одобрили и строительство началось получается в 1901 году александр петрович селиванов умер и все наследство перешло и в том числе и строительство и весь финансовый капитал перешли его сыну павлу александрович селиванова у него вообще было четыре сына но павел был самый старший и у него была такая же внутри жилка как у его отца то есть он был хваткий и сам тоже смог расширить бизнес отца то есть помимо существующего уже завода существующего завода он еще смог открыть 4 картофеля чистых завода и каневодческий завод и павлу александрович селиванова пришлось достраивать после смерти отца это дома и уже в 1909 году в раскладочной ведомости города дом уже описан как двухэтажное каменное строение с трехэтажной каменной надстройкой со своим двором и убранством и он вот так вот как он сейчас есть он дошел до наших дней вот получается уже сколько с 909 сейчас 2023 114 лет получается местные предприниматели ростова великого замутили такой прикольный бар называется бай байкер хаос они взяли избу и переделали ее в бар проводят и всякие вечеринки мероприятия наверное мы сюда зайдем просто велико много деревянных построек красивых с резьбой такое деревянное зодчество город ростов прям пропитан история гуляешь про его улочкам где старые старые везде домики вот такие маленькие арки узкие попадаем какой-то внутренний двор тут естественно полный абзац но как обычно это типично для россии вот мы потихонечку подбираемся ростовскому кремлю находимся в самом сердце города ростова великого и то что обычно завораживает и привлекает всех туристов это белокаменный ростовский кремль построен он был митрополитом иваном сысоевым с 1650 по 1680 год и этот кремль задумался не как оборонительное сооружение либо крепость а наоборот строилась по заказу и епархии и задумка была такая чтобы здесь построить одно должно напоминать дм то есть райские сады божьи райские сады но тут принципе так она и выдержана много различных святых мест успенский храм собственно вот он здесь и похоронены мощи ивана сысоева а в центре кремля находится прудик украшенный но сад такой красивый пруд и вокруг цветы и сад на этот кремль никогда не участвовал в боевых сражениях он не терпел никакой осады так как его уже строили в те времена когда границы русского государства ушли совсем далеко и но опять же повторюсь он строился не для как военное сооружение больше духовное чем он еще знаменит здесь были сняты культовые советские фильмы все мы смотрели наверное фильм иван васильевич меняет профессию и это было снято здесь а кто знает почему и вообще в чем секрет где где москва и где ростов великий секрет в том то есть к точнее есть две версии о том что здесь начали снимать фильм первое это потому что здесь белокаменный кремль а во времена ивана грозного москва была белокаменной а вторая то что в 70-е годы советского времени запрещено было снимать какие-то исторические вещи на территории кремля вот соответственно режиссерам стало проще они выбрали это место здесь и снимали фильм тут но некоторые кадры были сняты и в москве у симеоновского какого-то монастыря точно не помню как он называется вот так что если кому интересно может пойти по следам очень известного фильма кстати скоро новый год его будет транслировать а вот обратите внимание кто узнает крыльцо это очень знаменитое крыльцо здесь прям очень много съемок проходила вот дорогие друзья обратите внимание мы находимся в центре ростовского кремля стена и по пробегали где-то когда-то эти стрельцы дружинники в фильме иван васильевич меняет профессии если более молодая моя аудитория камня смотрит не знает такого фильма советую обязательно его посмотреть это один из любимых моих фильмов он эта комедия поэтому там есть на чем посмеяться там сюжет идет в двух разных времени в прошлом и в настоящем а так еще одна здесь известная картина советская снимались кадры точнее это очень такая же классная комедия называется приключение итальянцев в россии всем советую то смейтесь это мой один из любимых фильмов из советского периода я не знаю почему но меня очень прикалывает вот такие вот порталы то есть ты стоишь сначала где-то на центральных улицах везде все так причесана фасада там что-то сделано и ты заходишь потом вот так вот в арку идешь не но тут интересная кстати картина тут открывается тут прям вообще все правду какой-то история реально то есть здесь ничего не причесано и ты можешь увидеть настоящую кирпичную кладку которая там бог его знает когда это все делали очень много деталей эти так скажу то есть в таких древнерусских городах типа там торжка суздаль вот тот же ростов сейчас великий как бы ростов великий это вообще жемчужина считается золотого кольца россии когда-то ростов был центром ростова суденского княжества все ростов это очень такой пропитанный духовностью город где очень много церквей всяких соборов монастырей и когда-то вообще задумываясь церковными людьми о том что это как бы такая самая колыбель скажем так духовности русского государства но затем она плавно перешла в город ярославль вот так а здесь классно наблюдать вот эти всякие детали которые ну вот они сохранились вот этот сто процентов вот это вот дверь сколько и тысяч лет вот этой ручки и так далее и кладки к кирпичным классно иногда прикольно в таких выборах очутиться все и вот этот портал покидающий снова раз это на центральную за какой-то улице где все более менее красиво гуляя по ростову вот такие вот мелкие детали старины можно встретить на многих домах от подкова старая-старая вот этот вот дом часть дома я так понимаю это позже пристроилась судя по кирпичной кладки думал ранний совок а вот тут прям даже на здании написано что это здание восемнадцатого века вот такое старенькая вот прям напротив я точно уверен должна из того же века вон уж как просела сколько она не стояла лет напротив кремля в ростове находится кафе называется алешкина пельмешки смешное название это такое небольшое кафе аутентичное воно в историческом виде сохранено то есть такой дизайн здесь прям под старину все сделано ты она не очень дорогое и здесь кухня русская и вот это все мы заказали в это вышло у нас 830 рублей получается разные виды домашних настоек ну и что самое интересное и вкусное в русской кухне это пельмени и вареники в вареники с лисичками и картошкой и домашним паршем от бабушки вот какая у меня есть картинка интересная но сейчас не об этом в ростове великом есть такой народный промысел который исходит вообще из древности это пришел к нам из византии это определенная роспись у к посуды икон украшений называется финифть это получается на краску на предмет наносится краска рисунок а потом поставится в печень при температуре больше 80 100 градусов она закаляется этот рисунок получается такая красивая нежная эмаль с различными рисунками так что ростов славится местными ремесленниками здесь до сих пор существует фабрика по производству предметов быта украшая финифтью до интересная гостиница такая называется хорс гостиничный комплекс корс наличники красивые ребята вот это вот называется озеро нейра на такое большое не маленькая уж точно но вызывает такое умиротворение тихое спокойствие вот но таит собой тоже много опасности на самом деле купаться в нем нельзя здесь очень много содержания железа и серы соответственно пить воду нельзя и купаться желательно тоже рыба тут какая-то водится тут раньше был все-таки народный промысел а так озеро древние ему примерно 500 тысяч лет когда-то здесь эту территорию покрывал ледник но он растаял в раннее средневековье это озеро населяли финно-угорские племена вот а в дальнейшем уже до ростов попал ростовско-суздальское княжество ну и там уже другая история началась здесь туристов что привлекает но я думаю сейчас можно но холодно уже а так летом вокруг озера здесь есть такой маршрут экотропа для велосипедистов вокруг озера порядка 60 километров можно снять арендовать велик он в центре площади пожалуйста идти кататься поездка займет 3-4 часа вокруг пейзажи посмотреть на природе погулять классно и вообще когда петр первый посещал ростов великий здесь находился он это озеро на лужи потому что она мелкая глубина где-то метр-полтора вот интересно до гулять по таким русским старым городам но то что вот неприятно и сразу попадает глаза это отношение нашего государства к таким вот местам нет бы это как-то облагородить то есть мы идем грубо говоря по какой-то красивый по идее набережного к большого озера древнего там виднеется какой-то храм но здесь полностью все убитое это хорошо что подморозило если было бы осень дождь грязь было бы невозможно было просто пройтись прогуляться и вот вот такие вот еще тоже пейзажи мне непонятные что это ну вот когда-то было до старое здание какое-то дореволюционное все разломано разбомблена данный какой-то антураж создает было бы гораздо приятнее вот как в центре все причесано при ухожено приятно можно пройтись сохраняется хрена какая-то культура но вот это чуть такое здесь еще и понимает тут живет вообще он даже одежда сушится завершение этой прогулки однодневные по городу ростовом великому хочется сказать несколько слов город старый однозначно это видно очень красивые средневековые улочки прослеживается красивый кремль уютное место советую многим сюда приехать и ребята подписывайтесь на мой канал а взамен вам покажем вот такой красивый сумеречное небо над озером нера город ростов-великий закончился следующая остановка ярославы ярославы